Вчера и сегодня в реакторе Щелкинской атомной станции проходит музыкальное шоу-дискотека. Основное мероприятие фестиваля Казантип-98. Результаты прошлогоднего фестиваля заставили представителей власти призадуматься и принять своеобразные меры. Поскольку мероприятие некоммерческое, все не видят и не понимают, зачем я это делаю, меня обвинили в том, что я продал в прошлом году на миллион долларов наркотиков и в следующую свою партию везу в фури, которая загружена аппаратурой. Хотя изначально основой фестиваля были спортивные соревнования по виндсерфингу, у властей есть все основания для тревоги. Много все-таки гадостей к нам привозят. В том плане, что на пляже, во время дискотек. Там же что творится? Мы один раз попытались, поехали, посмотрели. Я не знаю, там накуренные, наколанные, грязные, валяются на пляже. Это, конечно, для нас не очень хорошо. Местная милиция в курсе происходящего. Но устранить прямые нарушения закона не в состоянии. Во-первых, из-за своей малочисленности. А приезжают, говоря словами молодежного жаргона, оттянуться на краю света несколько тысяч человек. Во-вторых, основная часть гостей – жители ближнего и дальнего зарубежья. И получается так, что на них наши законы не распространяются. В этом году год марихуаны употребляет наркотики. Хотя, конечно, антиреклама со стороны дирижакеев идет по употреблению этих наркотиков. Но имеются факты, все равно молодежь их употребляет. Наркотики доставляются в основном, по нашим данным, в основном из регионов Крыма. Трудностей в этом году прибавляет изменения в составе гостей фестиваля. В прошлые годы все-таки большее внимание уделялось спорту. В основном, как ты говоришь, молодежь, которая приехала, немножко расслабится. Но никак не посмотреть на соревнования. Местные жители не знают, как реагировать на происходящее. Им, конечно, хочется, чтобы о Щелкино заговорили, вспомнили, чтобы город стал модным молодежным курортом. Почти все приходят в ужас от наркомании и стихийного секса. Но кроме минусов стараются находить и плюсы. Рабочие места организовались для многих. Дополнительно люди какой-то заработок получат. Это уже положительно. Во-вторых, молодежь, общение для молодежи какое-то есть. Ну, конечно, как для жителей создаются некоторые неудобства. Цены очень сильно поднимаются. А это с учетом того, что постоянные невыплаты зарплат, пособия, пенсии, это сильно бьет по карманам. Казантип-98 обнажил те молодежные проблемы, о которых до сих пор предпочитают говорить лишь общими словами, смягчая их остроту. О том, что наши дети родились в среде не имеющей традиций и вынуждены создавать свои. Казантип – это средство молодежи, вот такая, какая она есть, какую мы воспитали, понимаете. Нужно отдать должное организаторам фестиваля. Убедить сотни юношей и девушек получать за 20 гривен удовольствие в ржавых и грязных развалинах – это не каждому по плечу.